Приветствую вас. Я рекомендую вам начать с того, чтобы определить то, чего вы хотите. Вот с точки зрения психологии у вас есть элементы созависимости в отношениях. С точки зрения психологии вы явно себя недооцениваете. С точки зрения психологии вы себя принижаете и принижаете довольно сильно. Ну, потому что вы очень много всего делаете для, например, своего мужчины, да, очень много делаете для него, но при этом практически ничего не получаете взамен. И, собственно, он вами пользуется, вы это, собственно, понимаете. Вы понимаете, что он вами пользуется. Вот. И, соответственно, вопрос заключается в том, что вы хотите для себя сами. Вот. Что вы сами для себя хотите. Если вы хотите продолжать такие отношения, то я полагаю, что со временем мужчина вас простит. Ну, просто потому что он нуждается в вас так же, как и в общем и целом нуждаются в нем вы. Потому что отношения все-таки они именно у вас созависимые все-таки. И, соответственно, можно говорить о том, что мужчина, скорее всего, к вам вернется. То есть, он не сможет без вас быть, он не сможет без вас жить, он не сможет без вас как-то существовать. Вот. Ну, я не знаю, к сожалению или к счастью. Вот. Вот. Но не сможет. Вот. И в этом случае вы, скорее всего, будете так вот и, в общем, строить свои отношения. Вот. Вы так и будете его постоянно выручать, вы так и будете ему постоянно помогать. Вот. Другое дело, будете ли вы счастливы от этого и хочется ли вам вообще в этой истории быть мамой этому молодому человеку. Если честно, для меня загадка потому что, ну, опять же, что это за мужчина, да, которого вы, по сути, устроили всю жизнь, да, которого вы, по сути дела, можно сказать, поставили на ноги, да, и как бы, вот. Можно ли считать такого мужчину мужчиной, можно ли считать, что вы с ним счастливы? Это, это большой вопрос. Вот. Поэтому я понимаю, что без него вам тяжело, я понимаю, что вы не знаете, как жить, но вот это, собственно, и является основной проблемой, что вы не знаете, как жить в том плане, что вы не умеете, не можете жить для себя. Вот в этом и есть ключевой момент, в этом и есть ключевой аспект, что вы не можете жить для себя. А жить нужно для себя. А жить нужно для себя. Понимаете, какая история. Жить нужно именно для себя. Стараться нужно жить для себя. И делать какие-то вещи для себя именно. Вот. Потому что это является, ну, собственно, тем, что необходимо. То есть, чтобы, грубо говоря, выстраивать хорошие отношения, грамотные, качественные, здоровые, независимые, нужно иметь адекватную самооценку. У вас адекватной самооценки нет, потому что вы для чего-то, значит, очень много вкладывались и вкладываетесь в этого вот мужчину. С этого зависит. Потому что вам он нужен для того, чтобы, ну, вот, как-то лучше себя, именно себя чувствовать. Вот. Он вам нужен для чего-то. Так вы чувствуете себя значимой. А без него вы значимой себя не чувствуете. Вот. И вот задача ваша в том, чтобы чувствовать себя значимой вне зависимости от того, с этим вы мужчина или нет. Вот. И чтобы не вредить себе, значит, в этих отношениях. Соответственно, я рекомендую вам подумать о том, вот, как отношения строились в вашей семье. Принижали ли вас там, обесценивали ли вас там, ну, вот, в вашей семье. То есть, обратите внимание на то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной. Обратите внимание на то, что вы для него делаете все. Обратите внимание, что мужчина, по сути, вами пользуется, и мужчина, по сути, не несет никакой ответственности за вас, получается. То есть, он абсолютно не благодарен вам за то, что вы делаете, за то, что вы для него сделали. Обратите внимание на то, что вы изменили ему. То есть, измена, это тоже не просто так, да, измена, это, как бы, сигнал о том, что у вас есть определенные проблемы. Понимаете? Вот. И, как бы, вот, причина вашей измены, да, именно причина вашей измены, она, на мой взгляд, нуждается в самом пристальном разборе. То есть, вы изменили ему не по пьянину. Вы изменили ему потому, что вам не хватает чего-то. Вы изменили ему потому, что вы не чувствуете себя женщиной с ним. Вот. Потому вы изменили, на самом деле. Я полагаю, вы, ну, не будете с этим спорить. А это значит, что именно, именно вот этот момент и нужно разбирать. Вот. То есть, сначала вам нужно определить, все-таки, именно то, вот, что вы хотите, на самом деле. То есть, конкретно, вот, что вы хотите. Вернуть его? Зачем? Для чего? Да, если вернуть его. А если вы хотите, хотите, там, допустим, жить счастливо, да, это другое дело. Если вы его сильно любите, то как проявляется любовь? Как? Что такое любовь? Ну, вот, по вашему мнению, как? Как проявляется любовь? Что это такое? То есть, любите вы его или он вам просто нужен для чего-то? Вот. Понимаете? Какая история. Если он вам для чего-то нужен, подумайте, подумайте о том, для чего и, вот, собственно, на это желание мы, например, с вами или вы с любым другим психологом будете акцентировать свое внимание и с этим работать. С чувством, с потребностью, вот, с неверным представлением о себе, например. Понимаете? Вот. Вот так, вот так, собственно, вам и нужно поступать. То есть, вам нужно понять, что у вас зависимость, и зависимость эта связана с тем, что было у вас в вашей жизни. Зависимость, связанная с семьей, собственно, с семьей, вашей. Вот. Я полагаю, что после того, как, значит, ну, после того, как, как, вот, вы это для себя увидите, да? Может, можно будет работать уже более приметно, да? И там я вам, соответственно, упражнения дам и литературу обязательно. Литература обязательно тоже будет, ну, вообще, скорее всего, упражнения. Вот. Так что так. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Знаете, на самом деле, в вашей ситуации есть два всего. Всего два развития событий, два варианта развития событий. Первый вариант – это вы признаете, что вы зависимы от, ну, человека. Вот. Вы признаете этот факт и начинаете работать с ним. Второй вариант – это вы не признаете и продолжаете, как бы, стремиться к нему и стремиться его вернуть. Вот. Но тогда, тогда, хотя бы, разберитесь, вот это, ради чего вы вытаскивали его из разных ситуаций. Наверное, чтобы он перестал, ну, вот, в них попадать. Да? Вы хотели ему помочь. Так вот. Вам нужно столкнуться с главной неприятной мыслью, что, желая ему помочь, вы практически, практически, не делаете ничего. такого, чтобы ему помочь. Вот, фактически, вы этого не делаете. Почему? Почему? Потому что, вы делаете все для него. Вы не позволяете ему столкнуться с последствиями своего деструктивного поведения. Вы отказываетесь принять тот факт, что человек либо безответственен очень сильно, либо зависим. Вот. Ну, например, от наркотиков зависим, там, и так далее. Я не знаю, здесь, как, наркоман или нет. И если вы его любите, если вы его любите, если вы хотите, чтобы он был счастлив, если у вас любовь именно зрелая, да, а не независимая, и не подростковая, и не детская, скажем так. Вот. То вы, просто-напросто, отстранитесь от него, и будете, как бы, жить для себя. Вот. Учиться жить для себя. А ему просто, например, донесете тот факт, что для него будет лучше, если вы от него отдалитесь, потому что так он никогда не подрослеет. Например. Например. Да? Вот. И, соответственно, если вы не можете этого сделать, если вы не можете его отпустить, по факту, да, то в этом случае можно говорить о том, что вы его все-таки, ну, все-таки вы его не любите. Что именно любви, именно любви, а нет, к нему, у вас. Вот. Я думаю, что вот так вот можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, они, скорее всего, остались. Я буду рад вам помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.